В целях пропаганды здорового образа жизни и приобщения воспитанников детских садов к занятиям физической культуры и спорта в зале спортивно-оздоровительного комплекса «Спартак» состоялись ежегодные городские соревнования среди команд воспитанников дошкольных образовательных учреждений города Буя – веселые старты в цветочном городе. В текущем 2018 году муниципальные соревнования были посвящены 110-й годовщине со дня рождения Николая Носова. Мальчишки и девчонки прекрасно знают этого автора и его произведения, такие как «Незнайка на луне», «Мишки на каше», «Фантазеры» и многие другие. Я рада приветствовать сегодня всех участников соревнований, болельщиков, родителей наших дорогих. Я на сегодняшних ежегодных спортивных соревнованиях для детей дошкольного возраста. И случайно сегодняшние наши соревнования посвящены юбилею. Русского советского писателя Николая Николаевича Булганова. Николай Николаевич писал о детях и для детей. Я надеюсь, что наши сегодняшние соревнования будут такими же интересными, веселыми, увлекательными, как и произведения Николая Николаевича Булгановича. Удачи вам всем! И дайте победы! Ежегодное мероприятие проводится уже 12-й год. Мероприятие проводится по инициативе методического объединения инструкторов по физической культуре. Таким образом, они завершают свой учебный год и показывают результаты, которых добились ребята за учебный год. В городе цветочном сетам целый год сияет в лето. И народ веселый тут. Городышками зовут. Среди них любители, люди, все любители. Ну а главный, угадай-ка. Ну, конечно же, веселый! Соревнования состояли из традиционных этапов – эстафеты, передачи мячей, переправы и другие любимые детьми игры. Участники спортивного праздника соревновались в быстроте, силе, ловкости, находчивости, а поддерживали юных спортсменов многочисленные болельщики, воспитатели детских садов, родители и друзья. Ежегодно в соревнованиях принимают участие подготовительные к школе группы дети 5-6 лет, 10 человек, 2 запасных. И обязательно готовится группа поддержки, команда, которая поддерживает спортсменов. Таким образом, получается, что педагоги включаются в работу в течение года, работают над одной и той же проблемой, и в конце года завершают его таким торжественным, веселым праздником. Мероприятия интегрированы, они вспоминают те важные моменты, которые должны знать, и показывают физические качества. Результаты каждого этапа соревнований оценивала компетентная жюри. Председатель – главный специалист отдела образования Елена Киселева. Члены жюри – директор спортивной школы «Спартак» Галина Михайлё, ее заместитель Максим Калинцов, заместитель директора спортивного комплекса «Флагман» Любовь Бабочкина и методист отдела образования Наталья Сухарева. Основная цель таких мероприятий – укрепление здоровья представителей подрастающего поколения. Конкурсы были серьезными, содержали все основные физкультурные движения и элементы спортивных игр. Прыжки в длину, метание в цель, упражнения с мячом, различные виды бега, «Змейка» и «Челночный бег» – эстафетные соревнования на скорость. Во всех этих конкурсах успешно и воодушевленно участвовали юные спортсмены детских дошкольных учреждений. Все команды показали сноровку и отличную спортивную подготовку. Несмотря на упорную борьбу в эстафетах, на площадке царила дружеская атмосфера. Наши соревнования не могут пройти плохо, потому что именно дети дошкольного возраста бывают очень непосредственны. Они не умеют лгать и не умеют притворяться. Поэтому тот, кто хотел бы получить большой занят в возрасте, должен посетить эти соревнования. Даже если у вас плохое настроение, посетив эти мероприятия, вы получите массу положительных эмоций. Даже здесь нет проигравших, здесь только победители. По положению все дошкольные учреждения получают одинаковую сумму подарков. У нас является призом переходящий кубок, который хранится у команды победителя в течение года до следующих соревнований. А поощрение – это призы, которые они используют для развития физических навыков. То есть это спортивное оборудование. По результатам прохождения всех этапов конкурса призовые места распределились следующим образом. Первое место и переходящий кубок завоевали воспитанники детского сада номер 117 «Электроник». Второе у детского сада номер 3 «Родничок». И третье место у детского сада номер 15 «Огонек». Хотела бы отметить детский сад номер 117 «Электроник», в котором работает руководитель городского методического объединения Наталья Николаевна Кокошникова, неизменный ведущий всех мероприятий. И таким образом это дошкольное учреждение включено в процесс подготовки более плотно. Вот сегодня к нам приходил в гости не знаю когда. Это тоже работник дошкольного учреждения детский сад номер 117 «Электроник». Спортивный праздник прошел очень весело и азартно, не оставив ни одного участника и болельщика равнодушным к происходящему. Редактор субтитров А.Семкин